ребятки смотрите как у нас развивается стройка собственно что я были размышления по поводу вот этих световых окон вот здесь вот одно второе третье были их вообще убрали дырки заделали вот там вот слева сделали какую-то пристройку вот здесь была маленькая пристройка и убрали и добавили еще вот две какие-то трубы вот и в общем то по всем показателям сносить его не собираются пока ждем продолжение что же дальше что же будет по всем по всему виду его все-таки реконструируют но тогда непонятно почему убрали перекрытие между первым и вторым этажом то есть когда с улицы смотришь там нету как бы вот этого пола потолка между первым и вторым этажом его вообще убрали лестницу сломали то есть будут будет одно большое пространство или будут все-таки делать какое-то перекрытие в общем так что ждем продолжение привет народ вот к вам вопрос в каком районе москвы всегда просто всегда постоянно круглогодично воняет канализации чтобы здесь не строили чтобы не копали где бы что-то там не рыли всегда воняет канализации кто живет в Москве кто-то должен знать район вот народ полторы тысячи коту под хвост а вроде ничего не купила и это еще не все еще мама сейчас из машины принесет там наверно еще на полторы но тоже практически ничего не куплено и снова здравствуйте я тут с мокрой головой в общем после работы была голову и хотела вам рассказать какую интересную не знаю даже как это назвать закономерность совпадения в общем связано с именами расскажите мне в комментариях свое мнение по этому поводу вообще вот как вы считаете существуют ли имена для животных и имена для людей скажем так человеческие именно если между ними какие-то различия потому что сейчас я объясню почему я так такой вопрос по страны задаем значит у меня есть кошка алиса даже нет не отсюда я начала я тут на днях просто смотрела некоторых блогеров которых я уже давно смотрю и они некоторые из них довольно известны некоторые вообще неизвестным вот и кстати напишите в комментариях если вы кого-нибудь узнаете потому что не хочу называть имена просто лишний лишнее афиширование на их страничек так вот в общем у меня есть кошка алиса у одного известного блогера есть дочка алиса например у одного известного блогера есть собака м и 1 блогера а есть дочка эмма и в общем то я могу так продолжать и продолжать а есть такие странные имена которые имеют непонятную закономерность быть и одновременно именем животного и человеческим как вы к этому относитесь разделяете ли вы их на скажем так вот этим именем можно назвать только животное человека нельзя или наоборот это чисто человеческое имя животное таким именем не назовешь вот либо вы не делаете никаких различий как я уже привела пример да и если вдруг вы кого-то узнали из блогеров про кого я говорила напишите в комментариях может быть вы их тоже смотрите мне будет интересно почитать на этой философской ноте я с вами прощаюсь я чищу перец болгарским и с мамой будем делать домашнее вечер вот рецепт я как-нибудь постараюсь снять просто он очень очень муторный это все действие продолжается в течение трех часов ну примерно то есть вместе с тем чтобы подготовить перец подготовить томаты и потом уже собственно заниматься чисто самим лечит добавлять уксус банки готовить в общем все это вот все это действие в целом занимает около трех часов плюс-минус поэтому снимать пока не буду как-нибудь я надеюсь получится это дело заснять и сделать полноценный ролик с рецептом ну потому что уже спрашивали тоже как я делаю лечу вот мы в магазинах крайне редко покупаем потому что в состав входит крахмал вот а у нас все натурально так что на этой философской позитивно вкусной ноте у меня аж слюнки выделились есть хочу после работы у меня как раз время ужина сейчас вот в общем на этой позитивно вкусной ноте я с вами прощаюсь до следующих видео увидимся уже очень скоро у меня куча посылочек накопилось и еще покупочки большие из магазина одного который закрывается я уже об этом говорила там тотальная распродажа вот так что увидимся всех целую люблю пока 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 я